Сидя на уже теплых батареях, киевляне замерли в ожидании второго тура выборов мэра столицы. Не сумев победить в первом туре, Кличко может изрядно потерять очки во втором. И именно из-за теплых киевских батарей. Почему? Все очень просто. С весны этого года тарифы на тепло подскочили почти вдвое. До начала отопительного сезона киевляне платили 9 гривен 58 копеек за один квадратный метр жилья, не оборудованного счетчиками. В период с 1 октября по 30 апреля стоимость отопления будет рассчитана из суммы 16 гривен 42 копейки за квадратный метр. Киевляне с ужасом ожидают новых платежей. Очень дорого. Я не знаю, кому это под силу. О боже, а что мне можно думать? Это кошмар и ужас. Никто не сможет содержать квартиру. У меня трехкомнатная квартира. Мы вдвоем живем с мужем. Мы не сможем ее содержать. Люди до сих пор не получили платежки за коммунальные услуги, где главной интригой станет цена за отопление. Чтобы узнать хотя бы приблизительные суммы в новых платежках и уточнить, в чем же причина задержки рассылки писем счастья, мы решили задать вопросы непосредственно тем предприятиям, от работы которых эти суммы и зависят. Секретные материалы едут в Киевэнерго, где нам буквально на пальцах объясняют, как будет посчитано тепло в столичных квартирах. Эти два тарифа, они абсолютно легитимны на данный момент. Это тарифы, утвержденные на централизованное отопление для живых домов, национальным регулятором. В домах, где есть счетчики, тепло считают гигакалориями. А где нет, стоимость рассчитывается за метр квадратный. Метра, а та прямая площадь, да, умножаем на 16 гривен, получаем 1600 каплатьев. Если бы в этом доме, в этом случае стоял бы счетчик на доме, то было бы не 100 квадратных метров умножить на 16 гривен, а было бы там, например, полторы, ну я примерно говорю, полторы гигакалории, умноженное там на 657, 657 гривен. Ну и это получалось бы где-то там, условно говоря, там тысяча гривен, да. Ну, к примеру. Именно этим, утверждает, усиленно занимаются последние несколько дней. Высчитывают цену для домов без счетчиков по тарифам в гигакалориях. Поэтому, мол, и задержки. Для того, чтобы этот алгоритм реализовать, нужно дополнительно несколько дней. Для того, чтобы все протестировать, проверить, чтобы не было ошибок. Вот, собственно, с этим и связана та ситуация, что на несколько дней платежки будут выданы позже. Не получив ответ на официальный запрос, мы лично поехали в Альма-Матер «Писем счастья» Киевский ГИОЦ. Ведь именно ГИОЦ печатает и рассылает заветные платежки. День добрый. Подскажите, нужен мне сам Валерий Иванович или кто-нибудь, кто вместо него нам даст комментарий по вопросам задержки, квитанции? Узнав цель нашего визита, вместо директора к нам почему-то отправляют АйТи-специалиста. Не снимайте, пожалуйста. А что, в чем вопрос? Потому что мы не отринували меня полыста, связался с директором, мы не отринували. Это все. Вы вчера отринували? Нет, я не отринувал. Я в Альма-Материй Иванович, в Альма-Материй Иванович, в Альма-Материй Иванович. Судя по всему, на этом официальные комментарии закончены. Мы отправили журналистский запрос в то в Евро-Реконструкция. Эта контора обеспечивает горячей водой и теплом весь левый берег. У Жанита точно должны знать цену теплых батарей в этом сезоне. Но все наши попытки пообщаться просто проигнорированы. И когда вы давали этот запрос? Позавчера. Позавчера, но мы, наверное, вообще не получали. На прямой вопрос, почему киевляне не получили платежки за отопление, а не просто повесили трубку? Не могу вам ничего сказать. Возможно, Киевэнерго и Евро-Реконструкция действительно что-то усердно считают в последние предвыборные дни. Но почему тогда жильцы кооперативных домов и ОСББ тоже не получили платежки? Ведь они к этим организациям не имеют никакого отношения. Кстати, именно ОСББ уже подняли этот вопрос. Но раз Кличко сказал «никому», значит «никому». Но догадываются ли сами киевляне, что ими манипулируют, не показывая платежки для того, чтобы не злить избирателей накануне выборов? Да, конечно! Конечно! А кто? Они что, думают, что мы дураки? Они дождутся, что их просто придут и спалят там, понимаете? Наш народ же ж терпеливый. Но потом же эта чаша, когда уже переполняется. Команда действующего мэра готова на любые хитрости, чтобы не расстраивать свой потенциальный электорат. Для начала КМДА продлили срок действия льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг на пять дней. У нас есть в Киеве принцип скидки до 20-го числа. Все, кто заплатил, получают на 10% меньше рахунки за утримание будинка. Мы продлили этот термин на пять дней до 25-го числа. А чтобы возмущенные киевляне не снесли ни мэра, ни сам КМДА, платежки с огромными суммами пока решили не рассылать. Ведь нет возмущений, значит и нет проблем. Ответ, к сожалению, на поверхности. У нас все, что не делалось в Киеве в последний год, оно было привязано к дате выборов. Именно поэтому, вот в последний момент подписывались какие-то там меморандумы с НАК нефтегазом, такие ни о чем они меморандумы. И именно поэтому сегодня отодвигается выставление платежек. Но проблема, она же не решится. Экс-министр уверен, господин мэр никак не рассчитывал на второй тур выборов. И сейчас просто вынужден тянуть время. Ну, конечно, не то что технологии. Это просто, это продление еще на день, на два, на три, чтобы как-то перевалить этот второй тур. А вот после этого уже, так сказать, вот киевляне, так сказать, ну киевляне получат вот эти страшные счета. Официально счета не пришли, потому что первый месяц отопительного сезона КМДА хочет посчитать по-новому. В Киеве застосованный новый метод нарахования заопаления. Фактически мы привязываемся до количества опаливальных дней в жовтній и температуры. То есть, кританция заопаления, мешканцы, будинки, в которых нет лечильников, получают приблизительно такую же нарахование, такую же плату, как и мешканцы будинок, где есть лечильники. Задержка утверждает, вызвана обкаткой новой системы, а не вторым туром мерских выборов. Мы это сделали, не ожидая каких-то нормативных актов на рівні державы, оскільки тарифы зараз высокі. Але для того, щоб обрахувати, саме по кожному будинку на вантаження необхідно ще додатковых 4-5 днів. Уверяют, что это просто техническая накладка. А то, что случилось накануне выборов, это чистое совпадение. Еще раз для меня. Это вас не попросил Кличко задержать в накладку? Звичайно. Это абсолютно не так. Но почему в Акурат перед вторым туром выборов КМДА просто с ног сбивается, чтобы посчитать среднее арифметическое между оборудованными и необорудованными счетчиками домами? Никакого объяснения логичного тому, что счетчики не устанавливаются в течение года. А я вам гарантирую, за год пребывания власти в Киеве должны были быть со счетчиками все 100% домов. Это однозначно. Киев не имеет права не иметь счетчики. У него с бюджетом все классно, понимаете? И поэтому это сознательно затягивалось, сознательно не ставили счетчики, теперь сознательно запутывают, что не могут посчитать. Секретные материалы не хотят подозревать мэра ни в бездействии, ни в грязных технологиях. Чтобы расставить все точки над «и», мы решили задать все те же вопросы напрямую. Нам счета за получение тепла с расчетом тех домов, где стоят счетчики тепла. Не за квадратный метр, как это было обычно, а так счетчики стоят. И это дает возможность на 30% оплатить меньше за квартплату, за получение тепла. Мэр приехал открывать новое отделение гемодиализа. И очевидно, ему тяжело быстро переключиться. Ключи. Нам необходимо несколько дней больше, чем это необходимо. И обычно счета приходили 20-го. Мы просим извинения, счета в данном случае придут 25-го числа. С выборами, говорит, это никак не связано. Связано каким-то образом со вторым туром выборов и с тем, что вы не хотите шокировать? Ни в коем, наоборот, наоборот, я хочу подчеркнуть, что счета придут меньше, на 30%, чем это обычно. И ни в коем случае это не связано ни с первым, ни со вторым, ни с третьим туром. Еще раз хочу сказать, никакой спекуляции в этом направлении нет. Мы делаем перерасчеты, мы делаем все для того, чтобы киевляне, несмотря на колоссально высокие цены, платили меньше. Средняя площадь однокомнатной хрущевки составляет порядка 28 метров. Это значит, что в сентябре за отопление я заплатила бы 260 гривен. Но уже в октябре эта сумма будет 460-470 гривен. Но даже если расчеты мэра верны, и от этой суммы мы вычтем 30%, к оплате останется 332 гривны ежемесячно за теплые батареи. За время своей каденции в силах мэра было обеспечить все дома Киева счетчиками и добиться значительного снижения тарифов, уверяет нас экс-министр ЖКХ. Извините, пожалуйста. Во-первых, мэр сам по себе, это влиятельнейшая особа. Во-вторых, у них есть мощнейшая организация, она должна стать в таких ассоциациях городов. У них есть, за ними стоят жители. Ну а в-третьих, если говорить про Киев, ну извините, первый номер правящего списка. Ну о чем мы говорим? Ну там же политическая сила, которая в коалиции находится. Ну давайте мы поймем, как власть-то устроена. Она же не в воздухе, не на песке. И поэтому лидер политической силы, которая составляет основу коалиции, говорит, что он не влияет на тарифы. А кто тогда влияет на тарифы? Пушкин или Папа Римский влияет? В запасе у киевлян осталось всего несколько дней. Им снова предстоит прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. В зависимости от того, кого изберут киевляне, если он будет продолжать вот эту вот страусинную позицию, что он не влияет на тарифы, что он там ни на что не влияет, на Киевэнерго не влияет, на Киевводоканал не влияет, и на Киевгаз не влияет, и на Трупы не влияет, и на ТЭЦ-5, и на ТЭЦ-6, ну киевляне очень скоро будут не просто удивлены, я думаю, их эмоции будут другими, более радикальными. Субтитры создавал DimaTorzok